Всем привет! Это мой второй выпуск моего влога на YouTube, как я переехал жить в Дубай. Погнали! Я решил далеко не ходить, решил просто выйти из дома, сесть во дворе и записать эту разговорную часть видео. Мне кажется, получится даже прикольнее в моменте, не искав какие-то локации красивые. Здесь тоже красиво, поэтому я решил записать разговорную часть видео здесь, во дворе своего хорста. Если я вам покажу фотографию, как я хочу снимать рак, то вы можете мне сделать это? Окей. Просто в прошлый раз мы разговаривали, он всегда говорит «окей». Да, это да, это они вообще с кайфом делают. Он не фейт нужен, не подстричь нужен карьер. Короче, меня подстригли. Сейчас я вам покажу фейт. Фейт. На самом деле, хорошо. За двадцать дирхам. Русские просят триста вообще дирхам. За двадцать дирхам хороший фейт. Как в России. Мой мастер. Какой ты назвал? Ваджет. 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 Из Пакисты. Короче, я оставлю адрес этого барби-шопа снизу под итер. Приходите. И стыкитесь всего лишь за двадцать дирхам. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Короче, вот так выглядит вывеска. Пальмару. Да. Вот так выглядят мастера. Брады, мастер Гугл. Мастер Гугл. Мастер Гугл. Мастер Гугл. Мастер Гугл из Пакистана. Спасибо большое, брады. Да. Вышел я из подъезда, и здесь девочка делает милые браслеты на руки. И я говорю, ты можешь сделать мне такое? Она говорит, да. Пять дирхам. Поэтому сейчас делаю себе такой просветик. Прикольно. Где ты? Я из Сауди-Арабии. Что? Сауди-Арабии. Ага. И ты? Твои друзьями? Нет. Нет. Мы здесь. Вы живете здесь? Мы не в Сауди-Арабии. Мы просто в Сауди-Арабии. Мы живем здесь. Мы живем здесь. Да. Ты учишь здесь? В школе? Да. Мы идем в школу. И ты? Где ты? Я из Турки. Турки. Ага. В чем городе? Стамбул? Да, в Стамбул. Мои друзья живут в Стамбул. Да. 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 Я думаю, это достаточно. Да. Что ты назвал? Меня зовут Дим. Меня зовут Дим. Дим. Меня зовут Алекс. Ты знаешь. Слушай, я забрала мои scissors. Я не получила их. Может, если вы домой, вы можете сделать это. Окей. 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 Вот здесь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Но я буду ждать белый цвет. Окей. Может, когда вы купите белый цвет, ты сидишь здесь, и я встретил тебя там. Пожалуйста. Это ваша 5-летняя. Спасибо большое. Спасибо. Пока. 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 С одной ошибочкой в букве. Вместо Алекс. Он сказал Алекс. Ну, окей. Я хотел белый, а у нее были только цветные, она мне поэтому сделала вот такой цвет. Сказала, что когда она заработает на белый цвет, на белые бусинки, либо когда ее купит мама, она мне сделает белый. Вот. Пока что буду ходить с таким. Как вы знаете, я живу в хостеле, и я хочу рассказать о плюсах, если вы живете в хостеле. Если вы приезжаете путешествовать один, и вы не любите быть один, то вам точно нужно жить в хостеле. Потому что в хостеле вы можете найти много знакомых, много людей, познакомиться с людьми с разных стран мира, найти себе друзей, потом с ними ходить, гулять вечерами, ходить в клубы, бары, тусить, завтракать вместе. Поэтому хостел это прикольная тема, потому что все открыты знакомств, вам все хотят знакомств, с кем-то погулять и поболтать. К нам в хостел заехала девушка из Л.А., из Лос-Анджелеса, и девушка из Италии. Очень веселая девушка из Лос-Анджелеса, которая сказала... Я ей рассказал свою мечту о том, что я хочу быть всемирно известным артистом. Она сказала, что она помогает таким людям, как я, и у нее есть много-много, много-много контактов, знаменитостей в Америке. Короче, идем с ними на пляж. Идем с ними на пляж. Я нашла способ, чтобы ты вставил в, но я никогда не видел. Я не знаю, что я не знаю. Я стою в ладе, я не знаю. Я у меня на пляж. Я у меня на пляж. Какого-то, что живут для счастья. Какого-то живут просто для счастья. Можи. Можи. Я не знаю. Можи. 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 Ах. Можи. Хорошо. скучаю ли я по саратову по родным по друзьям да скучаю скучаю по маме по папе по сестре по моим племянникам по друзьям по маминым пирогам по бабушке но у меня огромная мотивация не приехать в россию а привезти их наоборот сюда потому что никто из них ни разу не был за границей и у меня играет внутри огромная мотивация здесь работать достаточную сумму денег чтобы привезти их сюда пускай даже не жизнь вопрос провести выходные провести неделю здесь снять и классное классное жилье чтобы они поняли как это не в россии я скучаю конечно но обратно пока не хочется в россии не хочется там что снег и да когда смотрю stories и друзей кто стал саратове я понимаю что я не хочу обратно в саратов и не хочу холод и в снег потому что жарко тепло можно выйти искупаться на море позагорать в любое время года поэтому приезжайте в дубай и во время года это в саратов и, если вы хотите еще раз и не надо и не надо и не надо это 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ничего, неприятно? А контакты Игоря я оставлю ссылочки в описании к этому видео. Будете в Дубае, пишите. Тату готово! Ты любишь? Смотри, 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 смотри. Что случилось? Скажи мне. Я делаю. Но смотри, объясни мне все сейчас. Может, ты тоже хочешь татуить? Да, но я слишком страшная. Я легче ебать. Еще, почему здесь мне нравится жить. Есть люди, за которыми я наблюдаю, давно еще живя в Саратове. Там какие-то блогеры. Не слишком популярные блогеры, слишком популярные блогеры. И все живут здесь. Все сейчас живут в соседних домах от меня. Это очень круто. На днях я встретил Даню Миловкина. Мы пересеклись на улице. Встретил Дмитрия Портнягина на его Bentley. Еще сегодня я шел снимать в клинику. Встретил двух блогеров из Москвы, за которыми я давно слежу. Вот с ними поболтали. Очень хорошие ребята оказались. Поэтому клево. Можно встретить здесь, кого хочешь. Любую, наверное, даже мировую звезду здесь можно встретить. И это очень круто, потому что ты доволен. Уже, то есть, в точке вот этой жизни, которую ты очень хотел домой. Я только что тренил в спортивном зале. И я что хочу сказать. Я, короче, всю тренировку, пока тренировался, слушал музыку, которая меня вдохновляет. Я не знаю, что в этой музыке заложено, но какая-то частичка магии и вдохновения у меня точно есть. Вот. И обычно, когда я слушаю эту музыку, и в сочетании с тренировкой, либо с бегом, и обычно мне приходят такие классные идеи и мысли в этот момент, что они никогда не приходят в обычное время, когда ты занят своей рутиной, когда твой мозг загружен, когда ты думаешь о каких-то своих проблемах ежедневных, дурацких вообще. Вот. И когда ты приходишь в зал, либо начинаешь приводить свое тело в тонус, какие-то даже минимальные занятия спортом, там, пробежка, ходьба хотя бы, в сочетании с классной музыкой, то в вашу голову приходят какие-то крутые идеи. Я в тренировку, я пойду, сделаю подход, мне приходят классные идеи, я быстренько бегу к айфону и записываю заметки, поэтому класс. Я не знаю, как люди живут без спорта, потому что для меня спорт – это как отдельная медитация, которая разгружает твой мозг и делает его расслабленным. И в этом состоянии я могу придумывать какие-то классные идеи. на этом все, на этом мой выпуск закончился. Я старался сделать его максимально коротким, максимально вставить все интересное, что было за эту неделю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, который я оставил в описании к этому видео. Буду ждать от вас комментариев и обратную связь. И всем пока!